О важном и дорогом. Души и мире. Событиях и явлениях. Открытый разговор в программе «Точка отсчета». Слушайте прямо сейчас. Здравствуйте, вы слушаете программу «Точка отсчета» с Алексеем Боровских. 1964 год в Советском Союзе был ознаменован выпуском серийного седана «Москвич 408». Вы помните, эти машины в 70-х годах очень вожделенные. Они постоянно ломались. Но тогда это была мечта советского автолюбителя. Мало кто знает, что в то же время конструктор «Веселов» разработал модель элегантного купе-кабриолет «Москвич 408 Турист», который был выпущен всего в двух экземплярах и был забыт благодаря успехам старшего брата. Если бы автомобиль был выпущен в серию, то это повлияло бы на развитие отечественного автопрома в целом. Для него открылось бы новое направление. Возможно, сейчас на рынке мелькали бы конкурентоспособные купешки, изготовленные в России. Но, увы, из-за загруженности конвейеров, штопающих 408-й седан, ни оригинальное купе, ни инновационная система электронного впрыска топлива не имели шансов на светлое будущее. Это стало упущенной возможностью отечественного автопрома. А какие возможности упустили вы? Этот вопрос я адресую гостю студии, руководителю подросткового служения церкви «Дом хлеба» Эдуарду Кислянко. Точка отсчета. Это начало нового дня. Новой жизни. Новых решений. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Вот, Эдуард, я рассказал про 408-й «Москвич», турист, который так, к сожалению, большая публика и не увидела. Я как-то был в музее, автомобильном музее «АвтоВАЗа», и там было много интересных концептов. Там были седаны, там были кабриолеты и так далее. То есть, и ты смотришь, это, наверное, не музей вот именно отечественного автопрома или завода «АвтоВАЗ», а именно упущенных возможностей отечественного музея, идеи, которые так и не были воплощены. Вот если представить, что вот такая выставка упущенных возможностей мировая, то ты бы что бы туда в качестве экспоната принес? У тебя в жизни были какие-то возможности упущенными, которые ты считаешь? Алексей, у меня как бы чуть-чуть интересно. Я бы говорил, я бы не говорил, что у меня есть много или таких больших упущенных возможностей, потому что для меня как бы, я это не говорю как бы с какой-то pride или ego, но для меня я как бы смотрю на жизнь. Есть большие, например, какие-то решения у тебя есть большие, если там ты как бы неправильно выберешь, это как бы возможность, которую ты упустил. А в маленьких вещах в жизни, ну оно собирается там или какой-то opportunity business или что-то такие маленькие вещи, а главные их вопросы, это для меня как бы считается, потому что я думаю, если смотришь на такие в жизни, такие маленькие вещи, они как бы поднимаются, поднимаются, поднимаются. И для меня, слава богу, как бы с молодости, ну я еще молодой, ну вот еще с 18 лет я как бы почувствовал, у меня как бы жизнь и шла в одну сторону, я там по бизнесу, вот с отцом работал, вот, а в сердце лежало как бы быть в служении, и это был долгий такой как бы процесс, я пробовал решить, что как бы сделать, вот, и слава богу, я как бы правильно выбрал, то для меня как бы я не считаю, что у меня какой-то большой есть. Хорошо, но вот получается, что, чтобы не упустить возможность, нужно вовремя сделать правильный выбор, да, о котором ты сказал. Твое служение, оно именно с подростками, которые в жизни именно стоят на этом распутии, и от того, какой они выбор сделают, и зависит, какова их будет жизнь. Интересно, каким образом ты, скажем, и твоя команда в служении, вы нацеливаете ребят, и на какие, собственно говоря, цели и возможности? Ты видишь, сейчас очень-очень трудно для молодежи, потому что столько как бы возможностей, или в школу, по бизнесу, работа, как мы знаем вот эти все выборы, то это очень трудно, потому что есть большой шанс, что может кто-то пропустить. Мы все просто делаем, мы говорим, смотри, если ты думаешь о своем future, как это? О будущем, да. На будущее, ты должен как бы Бога пригласить в этот процесс. Если Бог с тобой, и ты как бы честный, ты открытый перед Богом, Бог тебе покажет, в какую сторону. А проблема сейчас, очень много людей, они комплексуют, ждут, как бы не только как бы от Бога, а что-то такое supernatural, и не знают, куда идти. Здесь я вижу, есть даже много возможностей не пойти в ту сторону, потому что люди только думают о практических вопросах, они думают за Бога. Они не вовлекают Бога в этот как бы даже за этот разговор. Куда мне, как мне? Мы это просто говорим. Смотрите, здесь не нужно комплексовать, здесь просто быть открытым перед Богом, молиться, и видишь, если может нужда, или куда-то Бог тебя ведет. Эдуард, буквально на минутку прервемся. Радиослушатели, дорогие, не уходите никуда. Через минутку продолжим. Точка отсчета. Это начало нового дня. Новой жизни. Новых решений. Мир предлагает тысячу ответов на любой вопрос. В церкви мне помогли найти один, правильный. Невыдуманные истории. Реальная жизнь. Сегодня мы вместе ищем путь в жизнь. Завтра помогаем найти этот путь другим. Молодежное и подростковое служение церкви Дом Хлеба. Стань частью целого. Точка отсчета. Это начало нового дня. Новой жизни. Новых решений. Спасибо всем, кто присоединился. Это программа Точка отсчета с Алексеем Боровских. Мы говорим об упущенных возможностях с руководителем подросткового служения церкви Дом Хлеба Эдуардом Кислянко. Эдуард, последний твой тезис, что с Богом ты не упустишь главных возможностей в жизни. А теперь, если можно, чуть практичнее. Вот я знаю, что у вас прошел недавно зимний лагерь. Расскажи, собственно говоря, о том, что происходило и какие возможности наконец-то открылись для ребят после этого лагеря. Что они, может быть, узнали новое, насколько изменился их взгляд на жизнь. Вот здесь именно и конкретно. Вот этот лагерь он был о Духе Святом. Мы говорили о Духе Святом. Роль Духа Святого в твоей жизни, кто он такой и что он делает в твоей жизни, что это личность, и он тебя введет куда-то. Вот. И здесь главный момент. Если у тебя Дух Святой, если ты знаешь, кто это такой Дух Святой, у тебя есть конкретный relationship, отношение в твоей жизни, здесь именно вот этот ключ, чтобы не пропустить, потому что он тебе всегда говорит. И мы даже на вот этом лагере мы говорили много подростков, да, подростков, 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 было. И мы говорили об этом, и я просто был amazed, насколько, когда люди, даже я смотрел, да, на лица, я знаю наших подростков, я знаю, кто где, вот. И я когда видел, когда они встретились с Духом Святой, именно вот это, был такой момент, да, в кемпе, ну, глаза поменялись, разговор поменялся, даже о будущем. Я сидел и говорил с одним парнем, он мне рассказывает, я до этого его знал, и все его знали, вот, и у него жизнь одна была. А вот после лагеря, да, мы говорили, и он говорит мне о будущем своем, куда, что ему нужно даже сделать. Например, у него было в жизни очень много вещей, которые он делал, которые как бы не созидали жизнь, да, просто время терял. А после этого, он когда встретится, он сразу говорит, мне это нужно скидывать, потому что я хотел бы это сделать в будущем, это мне мешает. Ну, это что-то, ну, супернатур, что-то такое произошло, и вот это именно, я думаю, ведет, вот ки, ведет, чтобы ты не пропустил возможности в жизни от Бога. То есть ребята обретают наконец-то цель в жизни, настоящую такую, ради которой стоит жизнь. и я бы сказал, не только цель, а даже, ну, как это сказать, возможность даже увидеть все, как оно есть. Что возможно, что, например, тебя наоборот забирает время, или что не в ту сторону ведет тебя. Какие еще программы существуют в подростковом служении церкви Дом Хлеба, о которых ты хотел бы рассказать? Помогающие ребята вот этих возможностей не упустить. Да, но у нас, я бы сказал, все, все, что мы делаем, это как бы, чтобы людей сблизить с Богом. И это может такое супер духовное, да, что если не хочешь пропустить возможность приблизиться к Богу. Я знаю, это может такая большая просто стеймент, но если говорить в конкретике, да, ну, это и оно и есть. Через домашние группы, служения, где мы разговариваем про это, показываем, как Бог не только ввел в Библии кого-то, а всех ведет. И у нас, как эта жизнь и как бы идет вот с Богом, то ты видишь, что именно вот это и оно есть практически. Даже вот идти просто за Богом. Всегда есть вот этот выбор, когда ты идешь, например, делать карьеру, это одно дело. А когда ты строишь семью, это всегда карьера обычно страдает. Если ты занимаешься служением, то бывает, прям вот вплотную, то бывает и семья страдает, и карьера страдает. Вот интересно, есть ли у тебя какой-то легкий рецепт или, скажем, позиция, правило, которая помогает, может быть, развести эти понятия и вот правильно все настроить. Вот здесь, я думаю, слава Богу, я как бы не имею, нету рецепта, я знаю, что, например, у меня в служении, да, страдает карьера, страдает вот эта возможность. Вот что мы занесем в эту выставку упущенных возможностей. Ну, видишь, это нормально, потому что я иду за Богом. Ну, вот, насчет семьи, это тоже может быть, кто-то как бы страдает, и слава Богу, у меня как бы Бог показывает мне, где как бы есть проблемы, где нужно чуть-чуть больше внимания дать, вот, слава Богу, вот, но это может и быть, да. Я не говорю, что если с Богом идешь, то все нормально, да, это процесс, это нужно, ну, быть в балансе с Богом, с жизнью, все, вот, но именно с ним он ключ. Точка отсчета. Это начало нового дня, новой жизни, новых решений. Вот и замечательно. Оказывается, иногда упущенные возможности, это не всегда плохо, потому что от чего-то ты отказываешь ради чего-то главного, важного, главное понять, что же важно на данном этапе жизни. Эдуард, спасибо большое. Это была программа Точка отсчета с Алексеем Боровских и мы говорили об упущенных возможностях. Точка отсчета. Это начало нового дня, новой жизни, новых решений.